Вот еще фонарь выключить. Чуть-чуть повыше. И повыше, и фонарь выключить вот этот вот. Повыше. Да, звук, а то его не видно. Да, все хорошо видно, да? Да, спасибо. Ну вот сейчас лучше, да. Еще повыше, если можно, капельку, да? Вот так. Да, вот так, чтобы все было видно. Значит, вот сейчас мы видим собор Святого Петра. Вот то самое грандиозное, величественное сооружение, которое так славит Рим. И, конечно же, это прежде всего сооружение Микеланджело. Микеланджело, Бернини, Перуцци. Это коллективное творчество в веке зодчих. И вот мы видим также, что, может дальше, эту площадь опоясывают, как бы, колонны, колоннады. Вы представьте себе вот это грандиозное сооружение, может дальше, грандиозное сооружение, которое сделано было в Бернини. Это потрясающе грандиозная фигура, потому что это не только звучи, это не только скульптор, это не только живописец. Это и поэт, и музыкальный писатель. И вообще эта фигура удивительная, конечно. Вот она школа, созданная Микеланджело, его последователи работали по всей Италии. Можно дальше? Да. Вот это второе по значимости сооружение в Риме, это собор Святого Павла. Изумительное по красоте сооружение. Собор Святого Павла. И сейчас мы увидим дальше, дальше мы увидим, да, величественное, красивое. Собор Святого Павла. Да, можно дальше. Это внутренний двор собора Святого Павла. В Италии очень часто внутри вот эти вот разбивались сады. Невероятно красиво. Причем это целое искусство, потому как здесь были подобраны и цветы, планировка, вот эти колоннады. Это именно искусство уже, акт искусства. Да, еще один собор тоже. Посмотрите, замечательные мозаика там наверху. Великолепнейшие сооружения. Да, пожалуйста. А вот еще очень интересный собор Святой Марии. И что интересно, здесь вот за этой арой, четырехстворчатой аркой, которую вы видите, и лоджия такая красивая, находится колокольня 12 века. И совершенно уникальная мозаика внутри. Этим славен очень этот собор Святой Марии. Да, можно дальше. Еще раз, да? Посмотрим, немножко заела опять. Да. Ну, знаменитый, конечно, Колизей. Колусео, как итальянцы называют Колусео. Я помню, когда мы искали, как к нему подойти время, мы спросили Колизей. Вначале никто ничего не понял, о чем вообще речь. Потому что итальянцы называют Колусео. И когда они переспросили Колусео, тогда было ясно, что это именно то самое, к чему мы шли. Так вот этот вот Колизей, изумительное сооружение, начался строительство его в 70-м году, а закончилось в 82-м. Сооружение было, праздновалось, когда был построен Колизей, но он, конечно, не так выглядел. Это было изумительно. Вот он дальше и есть у нас, кажется, да, как он выглядел раньше. Но это внутренняя, как говорится, от релада комнат, сооружение сцены, внутренние вот эти дворы. Это колоссальное, действительно, сооружение. И вот представьте себе арена, на которой происходили бои. И вообще празднование, ну, уже, так сказать, окончание строительства Колизеи длилось 100 дней. 100 дней. Соревновались гладиаторы, так называемые водные бои были здесь. То есть это колоссальное было празднество для Рима, для древнего Рима. Можно? А вот так он выглядел, когда был построен. Вот этот эскиз уже восстановленный Колизеей. Как он был задуман архитекторами и сделан. Ну, потом, конечно, естественно, к сожалению, мрамор был, половина, как говорит, это после землетрясения произошло, половина растачена в разные, как говорится, дома. И уже вот сейчас, ну, некоторое время спустя, его чуть-чуть восстановили для того, чтобы дать понять, какое это было грандиозное сооружение архитектурное. Очень он красив, ночью, но и несколько страшно, мистично, когда к нему подходишь, все освещается, и немножко страшновато, жутковато становится, потому что представляется сцена вот этих поев театрских, кровавых поев. И они тоже были, как говорится, любители, к сожалению, вот таких поев и сцен. А вот это вот очень интересное сооружение, называется, это площадь Венеции. Это музей, ну, в просторечии, итальянцы, кстати, сами не очень любят это сооружение, называют его пишущей машинкой. Так это, ну, как бы, действительно, парадоксальное сооружение, оно слишком пышное. Но, вот от этой площади, Венеции, как бы, улицы все расходятся лучами. Это центр Рима, белоснежное, вот это сооружение. Оно было, электроэммануэл, как говорится, адресованное, и вот такое мощное, какое-то очень колоссальное, грандиозное сооружение, но несколько такое слишком пышное, торжественное. Итальянцы его не любят. А вот это вот, ну, вы знаете из истории Рима, что Рим на синих холмах, да, расположен так, как, кстати, и Москва, синих холмов. И вот, это капиталистский холм. И церковь, которую вы видите слева, это церковь десятого века, это очень древняя церковь. А лестница, не ведущая, крутая лестница, была построена на средства римлян. причем, как бы память, эта церковь, как бы память Деви Марии, которая спасла Рим от холеры, вот этого страшного бедствия, и вот это было сражено на церковь. Это вот как раз и есть капиталистский холм. Справа вы видите дворец сенаторов, по центру очень красивое сооружение, муниципалитет сейчас там помещается. вот это такая площадь, которую любят очень римляне, к ней переходят всегда. Здесь и вот мы видели свадебные церемонии, все совершается вот здесь. Одна из любимых площадей и холмов один из любимых капиталистов Рима. Вот. Это, кстати, вот памятник, который потом уже как говорится, вот как на площади, находится в центре площади Капитролия. Это копия, компьютерная копия. А настоящий памятник был, перенесет уже внутри вот этого грандиозного желтого здания, он находится там, хранится, как и прочим символ Рима, вот эта волчица с волчатами. Вы представляете себе это сооружение тоже интересное. Он тоже самое оригинал внутри помещения муниципалитета, а здесь компьютерное такое изображение. Вот это статуя Марка Аврелия. это это интересное место в Риме тоже, Риме не любит его, это замок святого ангела и мост, который вы видите отдаление, ведущий в замку, это тоже мост святого ангела. И что интересно, это было сооружение задуманное, ну, как бы семейное такое мавзолей. И потом это как и городское сооружение совершенно другое адресатом был уже дарован. Он в этом сооружении стал тюрьмой, в которой томились великие люди. в частности некоторое время в этой тюрьме был и Джордан Бруно, там же был граф Калиостро. Но сейчас это замок святого ангела музей, музей, в который тоже все туристы посещают, очень интересный музей. Ну, это пантеон. Пантеон, где был построен самое такое древнее сооружение. Оно было создано в 27 веке до нашей эры. Вот это самое древнее сооружение в Риме. здесь похоронен Рафаэль в частности в фантеоне. Ну, вот это замечательный такой целый системы сооружений. Здесь так называемый фонтан треви. Традиция такова, что к этому фонтану все люди, пребывающие в Риме, обязательно приходят. Потому что, если в воды фонтана опущена монетка, то как бы это зало к тому, что человек в Риме обязательно еще раз побывает. Так что там целые грандиозные клады монет различных стран, различных народов вот в этом фонтане. Но фонтан еще интересен и другим. Вот вы видите в центре фонтана это бог океана. А дальше расходятся реки. Кстати, вот мы о реках не поговорили, а в Италии есть две крупные реки. Вы знаете, это река По и река Тибр. Но маленькая река, она тоже очень живописная в городе Флоренции. реках Арно. вот, кстати говоря, замечательный, совершенно замечательный композитор создал как бы памятник музыкально вот этому фонтану. От Торино Респики на рубеже нашего 20 и 19 века великолепнейшей создала симфоническое произведение от Торино Респики. Так и называется Фонтаны Рима. И вот в частности там есть даже часть, которая называется Фонтан Триви. Удивительный фонтан, сооружение очень красивое, будем дальше. И особенно он красив ночью. Вот видите, здесь как бы океан правит колесницей, в которой запряжены вот, как говорится, реки. римлян. пожалуйста. А вот это очень популярное место встречи римлян называется площадь Испании. Ну вот здесь так слайд, когда покупали слайды в Риме, то мы, к сожалению, не смогли там просмотреть, там просто некогда было, к сожалению, там было очень мало времени, но вот площадь Испании, она характерна тем, что-то, вы видите вот эту вот, конечно, лестницу великолепнейшую, ведущую к тому очень красивому храму, как говорится, но не видно, совсем не видно с двух сторон этой лестницы удивительное соцветие всевозможных цветов, тут здесь продаются цветы, здесь здания, которые рядом, близлежащие все балкончики увиты яркими, ярко-красными, малиновыми, то есть это такое зрелище бесподобное, именно какие-то снобы цветов, снобы света такого ярко-красного, малинового, зеленого, фиолетового, это поразительное зрелище, вот это площадь Испании, очень красивое сооружение, архитектурное, фонтанов, рима, там, кстати, это площадь Навона, тоже, место встреч, многих римлян не любят эти площади, древние храмы, красота, вот этих фонтанов замечательных, вот колонна там вы видите, очень красивое место тоже, встреч, римлян, очень наборно, так, вот это один из фонтанов тоже, грандиозное сооружение, очень красивое, а вот еще один из фонтанов оригинальных времени, как вы думаете, что это за вот существо, изображение, которое мы видим, их тут четыре, не все догадываются, черепахи, да, так и называется фонтан черепах, значит, огромные, грандиозные черепахи в основании фонтана, и маленькие, видите там наверху, маленькие черепахи выше, так и называется фонтан черепах, а это фонтан тритон, тоже связанные с мифологией, вообще, в Риме очень много красивых фонтанов, замечательных, а это вот специально перенесенная как бы пирамида, египетская пирамида на улицах Рима, она вообще весьма так своеобразно выглядит, очень красиво, неожиданная заел опять у нас, да, 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 ну вот это тоже один из фонтанов, уголков Рима, это, кстати, часовня тоже двенадцатого века, а вот это интересная очень такая загадка для тех, кто приезжает и в Рим, они любят подходить, это маска истины, так называемая, значит, если человек угон, есть такая традиция, так сказать, боятся туда руку закладывать, потому что что-то может произойти, да, значит, она как бы проявляет, насколько человек правдив, и искренен, вот это есть лицо истины, так называемое лицо истины, ну не всякий турист туда положит свою руку, а вот это древнее очень сооружение в Риме называется храм Весты, ну это как бы ностальгия по древней Греции, вот такой в центре Рима храм Весты, да, ну площадь Гарибадзи и памятник Гарибадзи, вот кстати говоря вот с этой площади замечательно просматриваться весь город как на ладони а город огромен вот у меня сложилось такое впечатление когда я подлетала к Риму ну это было давно еще лет 20 тому назад у меня было совершенно фантастическое видение вот самолета представляете себе подлетаешь к Риму белый огромный город абсолютно белизна невероятная солнце и вот этот белый город он очень красив огромный город Рим и вот он просматривается с этой площади Гарибадзи и памятник очень красивый да тоже площадь согласия видите тут как немножко напоминает площадь которая перед храмом Петра Святого Петра и тоже самая полукруглая как бы планада замечательное красивое сооружение площадь согласия арка древняя арка императора Константина вот сейчас будет следующий кадр будет показан очень интересная такая вы видите часть арки посмотрите какая работа какие рельефы и скульптуры древняя арка Константина вот она же показана вообще Рим конечно удивительный город а вот это древний форум древний форум это тоже одно из тех мест заветных мест Рима в котором очень любят бывать римляне и водить свои гостей конечно потому что здесь то что осталось от древнего города он абсолютно такой разрушен абсолютно нетронут как в каком состоянии он остался после разрушения так он и есть эти улицы колонны и как вы знаете выстрелно переносится совершенно в другое время в другую эпоху это тоже одно из таких мест это тоже арка которая ведет город форум древний город вот то что осталось от храма колонны римский стиль видите колоннады да а вот это колоннады это уже старая апьева дорога и там тоже вы видите арку древнюю вот эта старая апьева дорога которая ведет до неапря то есть это огромная тысячнадцатокилометровая дорога кстати говоря тоже от арена респигия в своих симфонических композициях у него есть такая композиция пини рима пини это вы знаете замечательное дерево красивое мы можем прийти увидим это вот это одно из замечательных статуи бернини тоже замечательная мраморная композиция это тоже одна из это кстати говоря вилла боргезе там уникальное собрание скульптур картин вот из которых мы сейчас видим тоже одно из творений да давно вот один из фонтанов тоже рима это уже рим ночной рим ночной очень красив вот это утрели ночи фонтав треви ночи даже какой-то фантастический совершенно по своей красоте как бы даже нереальности удивительное сооружение ночной колизей вот это ночной святой ангел завод святого ангела и мост святого ангела ночи очень красиво ночной колизей 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 площадь капитолия вы видите а вот это уже италия глазами и кистью одного из замечательных русских художников кстати тоже художник может кто-нибудь скажет щедрин совершенно верно да вот художник который собственно говоря принадлежал целой династии художников потому что сервис россиющедрин долгое время жил в италии и собственно говоря даже и умер в италии к сожалению но он писал южную италию в основном и капри и вот в соренто есть в городском кладбище ему памятник но к сожалению гиды всегда проходят мимо как-то мы были и мы пытались найти вот это кладбище и последнее место пристанище сильвестра щедрина нам не удалось не все знают даже где это находится но он подарил множество своих картин прекраснейшие картины вот эту вот веранду винограда вы видите замечательная картина так вот в семействе щедрина было 4 художника один архитектор и три художника это целая была семья федор федорович щедрин сильвестра федорович щедрин это все замечательные мастера русской живописи и скульптур которые работали в россии но и жили и в россии и в италии вот один из них сильвестра щедрин замечательный художник русский который так много сделал и для россии и для италии и вот еще одна его картина это остров капри это сказочный остров вы знаете этот остров связан с и русской писателем горького максимум горького который прожил очень долгое время на капри очень красивый остров сказочный остров вот картина селивестра щедрина капри еще один русский художник может быть вы знаете Карл Брюлов вот тоже династия художников значит у него и брат архитектор Брюлов Андрей Брюлов очень много сделал в Петербурге сооружений замечательных а Карл Брюлов был живописец великолепнейший кстати долгое время тоже дважды ездил в Италию и жил по много лет в Италии и вот так как почувствовал Италию характерные итальянские пейзажи и прекрасных дам Брюлов пожалуй не найдется даже я думаю что это на одной ступени с итальянскими большими мастерами вот наш Карл Брюлов итальянский помнит называется картином помните ее да совершенно верно вообще о Карле Брюлове как-то мы ну не всегда помним а ведь его замечательная картина ну такая мощная картина я бы сказала мощная его фантазия последний день бомбе мы все знаем эту картину естественно но вот это вот он и исторический живописец и конечно же жанрист замечательный и как никто мог вообще почувствовать эту образицию творчество это уникальный конечно художник Карл Брюлов его тоже очень много сделал для искусства и России и Италии да все там пошли